Друзья, всех приветствую на заключительной торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал «Амаркетс», оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня на повестке экономического календаря данные по рынку труда Канады в 13.30 по GMT. Более выделить, собственно, и нечем. Хорошо то, что после двух суперфундаментально заряженных событий, выборы, совершая заседание Федеризерва, у нас под конец недели появилась какая-то маломайская возможность выдохнуть. И все последние дни мы находились в таком серьезном, скажем так, тонусе, поскольку прекрасно понимали, что в любой момент, в любую секунду на рынке может вспыхнуть эта волатильность и очень сильно раскачать движение финансовых инструментов. Друзья, я очень хочу надеяться, что в этот период неспокойных торгов вы еще раз переосмыслили для себя, что такое правила риск-менеджмента, что такое стоп-лоссы, нормальная загрузка депозитов в плане используемого плеча. И даже если вы совершили какую-то ошибку и проигнорировали некоторые правила, наверное, вы точно вынесли для себя урок и теперь точно знаете, как и что вы будете делать дальше, когда на рынке снова появятся такие серьезные фундаментальные триггеры. Индекс доллара текущей котировки 104.38. Мы, конечно же, сегодня по горячим следам разбираем решение Федрезерва по ставке. Ее снизили на 25 байстов пунктов в соответствии с ожиданием с 5 до 4,75%. И я очень рад, что на этом фоне сейчас доллар все-таки смог удержаться ниже многомесячного максимума, который был обновлен на новости о победе Трампа. И сейчас, собственно, 104.38 это практически на пункт ниже максимума после новости о победе Трампа. Максимум был 105.30. И для себя я принял такое решение, что если продавцы смогут на вот этом этапе перехватить инициативу и обеспечить последовательное, пусть не быстрое, пусть монотонное, но снижение индекса доллара, я буду сохранять взгляд на короткие позиции как на вполне обоснованную сделку. Но если все-таки индекс доллара снова задерут выше 105.30, тогда я переключусь на Trump Trade, который связан с реализацией будущих инициатив предвыборной кампании Трампа и созданием условий, при которых американская валюта может укрепиться. Что касается вчерашнего заседания Федрезерва, ничего нового, собственно, все зависит от статистики, от фундаментального фона. Конечно, Джером Павлов не стал прояснять перспективы и уточнять дорожную карту будущих изменений ключевой процентной ставки, но говорил про рынок труда, который действительно ослаб. Но, с другой стороны, сделал тоже акцент, что провальный отчет по нонфармам за прошлый месяц был следствием стихийных бедствий, обстоятельств, таких как ураганы и забастовка на Боинге. Но я думаю, что не только в этом причине. В целом, американский рынок труда остается слабым и, надеюсь, наверное, как и любой продавец доллара в текущих обстоятельствах, увидеть слабые отчеты в ноябре и в декабре по нонфармам. Что касается Trump Trade, то, конечно же, сейчас все ждут инаугурации Трампа, уже официальный такой приход к власти, занятия Белого дома и реформы, которые могут последовать. Мы знаем то, что Трамп обещал многое, но важный нюанс. Он не просто выиграл выборы, он добился того, что вместе с ним к власти пришли республиканцы, запланив весь Конгресс. То есть, республиканцы получили большинство в обеих палатах Конгресса, в Сенате и в Палате представителей. Поэтому любые его инициативы будут реализованы без сучка и задорки, без каких-либо сопротивлений, это нужно понимать. Опять же, действительно, реформ планируется много. Это и тарифы, это жесткие торговые барьеры, это снижение налогов. Я, кстати, не понимаю, почему не вызывает диссонанс именно его стратегия обеспечить снижение налогов и при этом сократить дефицит государственного бюджета. Ну, может быть, Трамп делает большой акцент на то, что торговая война и высокий тариф заставят иностранные предприятия непосредственно переезжать в США и создавать новые рабочие места, обеспечивать буст экономический, который нейтрализует потенциальные риски роста инфляции. Ну, я не буду от Трампа разбирать все эти нюансы. В целом, наверное, его команда советников, экономистов знает, что делает. Я надеюсь, что. Так, золото 2694 доллара за тройскую унцию. Я рад, что непосредственно прямо не принял участие в этой серьезной волатильности. Золото вверх-вниз летает уже несколько дней. Я по-прежнему жду хорошего сигнала от сантимента. И вам, друзья, тоже рекомендую делать то же самое. У нас есть аргументы и за рост золота, и за снижение. Но много раз уже говорил, давайте третейским судьей в этом плане сделаем сантимент. И будем действовать только так, как поступают меньшинство, а не большинство. Сейчас по текущим данным именно продавцов и покупателей нет возможности точно сказать, где находится толпа. Но очень часто, очень быстро меняются настроения. Доллар канадец 1.3883. Сегодня выйдут данные по рынку труда. Канады ждем этот отчет. Ждем очень слабые цифры. И, соответственно, прессинг на канадскую валюту. Думаю, что пара доллар-канадец имеет очень хороший шанс, чтобы сегодняшний день закрыть поближе к уровню 1.3950. Доллар-франк пока без изменений. Американский фондовый рынок, друзья, S&P 500. 6 тысяч пунктов достигнуты. Я поздравляю вас с этой долгосрочной реализованной целью. Для меня несколько месяцев назад, много месяцев назад планка 6 тысяч казалась какой-то недосягаемой. Да, сверхоптимист во мне говорил, что мы туда придем. Я не думал, что так быстро. Поэтому я с большим удовольствием зафиксил эту сделку. И, соответственно, это такой подарок со стороны роста фонды перед предстоящим Новым годом. Буду, конечно же, сопровождать сделки, если они у вас открыты. И дальше комментировать ситуацию на фондовом рынке уже обозначал и прогнозы многих инвестбанков. Но пока дальше в этом бычьем ралли принимать участие не буду. Биткоин 76 тысяч, можем сказать, что исторический максимум, можем сказать, что биткоин пойдет дальше. Одной из инициатив Трампа было сделать биткоин резервом. Точнее, сформировать резерв в биткоинах. Но он планировал это сделать за счет тех криптомонет, которые уже есть на счетах правительства. Здесь, наверное, есть очень тонкий юридический момент. Те биткоины, которые сейчас есть у правительства, они не принадлежат правительству. Это биткоины, которые были конфискованы у мошенников. Поэтому они будут впоследствии распределены, как сейчас происходит распределение через обанкротившуюся биржу MT-Гокса. Но есть инициатива от сенаторов, что нужно создать этот резерв не за счет тех монет, которые есть, а просто покупая их. Например, в течение следующих 5 лет по 200 тысяч биткоинов каждый год. Это, конечно же, повышает статусность этого инструмента. И кто знает, может быть, Трамп все-таки сможет добиться выполнения, реализации обещания, что у США будет колоссальный резерв в этих инструментах. Друзья, историческая сводка 2012-2016-2020 год. Каждый из этих периодов, это выборы в США, в течение 90 дней биткоин очень сильно рос. В диапазоне от 50 до 150 процентов. Поэтому ситуация может повториться и сейчас. Фунт против доллара 1,2960. Решение по ставке ее снизили до 4,75 процента. Но, правда, касательно прогнозов по инфляции, здесь прям неожиданно для меня были комментарии о том, что инфляция остается повышенной, инфляционные риски растут. И Банк Англии считает, что инфляция в этом году будет 2,5 процента, сейчас она ниже 2 процента, а в следующем 2,7. Ну, не знаю, как это комментировать и с чем связан такой радикальный пересмотр инфляционных ожиданий. Но участники рынка решили, что это акцент и намек на более осторожный подход к последующим снижениям процентной ставки. Я, друзья, в текущих условиях все равно очень скептически отношусь к фунту. Из-за крайне слабых отчетов, из-за факта снижения процентной ставки, из-за просадки композитного индекса, который включает составного индекса промышленный сектор и сфера услуг, минимальные значения за год сейчас, из-за представленного бюджета, который предполагает изменение налогов, налоговую реформу, повышение налогов, чтобы золотать брешь в 40 миллиардов фунтов. Но не думаю, что эти меры в косочной перспективе могут стать бустом для британской экономики. Поэтому сейчас пока скептические отношения фунта настроены и думаю, что с большей вероятностью идем ниже планки 1,29. И рынок нефти 75 долларов за баррель. Рост запасов и ожидания, что торговые войны Трампа против Китая могут стать причиной еще большего замедления темпа просто китайской экономики. Друзья, не верю я в рост нефти и рекомендую вам тоже как-то глубже копать, не то чтобы призывая вставать вместе со мной в короткую позицию, занимать ее, но все-таки быть меньшими энтузиастами, оптимистами, если вы все-таки разделяете точку зрения, что нефть будет расти. Я за снижение в районе 70 долларов за баррель. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошего вам закрытия недели.